Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских солдат и офицеров. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной? Эти слова в Чикаго, в старинном Гранд-парке, расположенном на берегу живописного озера Мичиган, произнесла в сентябре 1942 года знаменитый на весь мир снайпер Павличенко Людмила Михайловна, которая прибыла с делегацией в США из Советского Союза. Судьбу этой удивительной молодой девушки, которая до войны жила и работала в Киеве и училась в институте, перечеркнула Великая Отечественная война. Ей пришлось забыть все свои мирные мечты и идти на фронт убивать людей. Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Война застала Людмилу Павличенко в Одессе, где она проходила преддипломную практику. Она сразу же пошла в военкомат с требованием отправить ее на фронт. Военком сначала молодую девушку пытался записать в санитарную службу, но Павличенко настояла, чтобы ее отправили на фронт по специальности. До войны она отучилась в ОСАВИАХИМИ на сверхметкого стрелка и сдала экзамены с отличием. 24 июня новобранцев погрузили в вагоны и отправили к линии фронта в знаменитую 25-ю стрелковую Чапаевскую дивизию. Когда молодые люди ехали в поезде, то все горячились. Разговоры в вагоне были только о том, что мы не успеем, фашистов побьют без нас. Так плохо они тогда представляли себе размер бедствия. Своего первого противника, вернее двоих, Павличенко сразила 8 августа 1941 года у города Беляевка. Среди разросшихся деревьев виднелся большой дом с крыльцом, на который вышли два румына в офицерских мундирах. Она сразила обе эти цели, однако истратила на них семь патронов. Она волновалась и не могла сосредоточиться. Такое бывает, когда снайпер впервые переходит от учебных стрельб по деревянным мишеням к стрельбе по живому противнику. Но потом такого уже не было. В конце августа, в тихую лунную предчерноморскую ночь, группа из трех человек пересекла линию фронта. Два снайпера и пулеметчик решили устроить засаду в зарослях высокого кустарника, который вклинивался в оборонительную линию румын. Павличенко тоже была в этой группе. До утра снайпера обустраивали позиции, копали окопы, примерялись и определяли расстояние до целей. А с первыми лучами солнца открыли огонь. Румыны перепугались. Несколько минут они не могли определить, откуда ведется стрельба, и метались из стороны в сторону. Практически каждая пуля находила свою цель, и за 20 минут Павличенко убило 16 врагов. Второй снайпер уничтожил 12. Пулеметчик, который должен был их прикрывать в случае прямой атаки, не стрелял. Только когда красноармейцы ушли, румыны опомнились и открыли минометный огонь по зарослям кустарника. На следующий день снайперы опять решили идти в засаду на то же самое место. Конечно, это было страшной ошибкой. Румыны устроили в кустарнике боевое охранение с пулеметом. Но на этот раз все обошлось. Фашисты перепились и к вечеру просто бросили свой пост и ушли. Когда к кустарнику подошли советские снайперы, то они там обнаружили лишь пустые бутылки из-под вина и борозду на земле от станкового пулемета. Утром снайперы опять открыли огонь по позициям румын и убили 18 человек. В этот раз противник очухался гораздо быстрее и по кустарнику застрочили два пулемета. Снайперы незаметно отступили, передвинулись в сторону и, подойдя к пулеметам с фланга, уничтожили их расчеты. В этот день трофеями красноармейцев стали еще два новеньких австрийских пулемета, которые они утащили с собой. В боях под Одессой Людмила Павличенко убила более ста противников и трижды была ранена. Последний раз тяжело. В награду ей вручили именную винтовку СВТ-40, которая отличалась от винтовки Мосина скорострельностью, но была менее надежной. Особенно она боялась пыли и грязи. К тому же СВТ, или как ее называли в войсках Ласкова, Света, давала яркую дульную вспышку и громкий звук при выстреле, который сразу же демаскировали снайпера. Поэтому на охоту Павличенко всегда выходила с винтовкой Мосина, но 13 октября взяла именно Свету. Предполагалась фронтовая атака противника на позиции Чапаевской дивизии, и в окопах скорострельность играла большую роль. Во время артобстрела очередной залп румынской артиллерии накрыл советские окопы, подняв над землей тучи пыли. Павличенко спрятала свою винтовку под плащ-палаткой, но, видно, не успела защитить ее от грязи. Когда румыны пошли в атаку, то затвор при нажатии на спусковой крючок не сработал. Павличенко склонилась над винтовкой и сняла свою каску, которая мешала исправить поломку. Рядом раздался взрыв. Из раненной головы обильно потекла кровь. Павличенко перевязала голову, но все вокруг начало погружаться в туман. Она прижала неисправную винтовку груди и, прислонившись спиной к стенке окопа, потеряла сознание. 30 сентября 1941 года, в связи с осложнением обстановки на Южном фронте и необходимостью усиления обороны на Крымском полуострове, Ставка приняла решение об эвакуации советских войск из Одессы в Севастополь. 2 октября Красная армия, как говорится напоследок, перешла в наступление, разгромила 4 румынских батальона, выдержала румынскую контратаку и стала готовиться к эвакуации. В условиях непосредственного соприкосновения с противником это являлось сложнейшей задачей. Тем не менее эвакуация прошла успешно и без потерь. В боях за Одессу Павличенко проявила себя как смелый и решительный боец, а также показала свое умение управлять личным составом, поэтому в Севастополе ее сделали командиром взвода снайперов. В один из дней, когда красноармейцы тренировались возле своих окопов, вдруг, как черт из табакерки, около них появился незнакомец. От неожиданности солдаты его чуть не пристрелили. Незнакомец оказался местным егерем, который знал в своем лесу каждую тропинку и поэтому смог незаметно пробраться сквозь немецкую оборону и выйти прямо у советских окопов. Лесник рассказал Павличенко свою историю. Дело в том, что немцы расстреляли всю его большую семью, пока его самого не было дома. Хутор, в котором они жили, стоял отдельно возле леса, был большой и включал в себя несколько построек. После расстрела в нем поселилось около 60 солдат вермахта. Лесник просто умолял Павличенко о мести. Уже через сутки на рассвете советские снайперы заняли свои позиции возле хутора. В 11 часов 50 минут, когда немцы облепили полевую кухню, Павличенко сделала первый выстрел, что было сигналом остальным членам группы. Снайперы открыли ураганный огонь с трех точек, пули полетели в серо-зеленую толпу, стали кромсать ее на части, валить врагов на землю. Немцы в глубоком тылу не опасались нападения, и поэтому многие из них не имели оружия и не могли ответить тотчас же. Из дома, услышав выстрелы и крики, выскочил майор со своим ординарцем. Павличенко пробила майору переносицу, а старый егерь, несмотря на возраст стрелял он довольно метко, уложил ординарца. Перебив всех немцев, стрелки бросились к дому, чтобы собрать трофеи. Павличенко вытащила документы майора из кармана его кителя, срезала ножом один погон и металлический орден, рыцарский крест. В доме красноармейцы забрали все, что лежало на столе. Людмила Павличенко в боях под Севастополем вместе со своими снайперами участвовала в самых жарких схватках. Было в ее биографии противостояние с немецким снайпером. Хоть на счету противника и было 215 поверженных целей, но попался немец на простую уловку. Он дважды устраивал засаду на разрушенном Камышловском мосту и убил пять человек, в том числе и комбата 2-го батальона 79-й морской стрелковой бригады. Проиграл немецкий снайпер уже в тот момент, когда снова пришел на то же место. Позиция на мосту была идеальной, но занимать ее в третий раз уже не следовало. Павличенко его ждала. Увидев легкое шевеление на мосту, она приказала своему напарнику поднять из окопа куклу. Немец выстрелил и выглянул из своего укрытия. Павличенко задержала дыхание и плавно нажала на спусковой крючок. Немец упал с моста, следом за ним свалилась и его винтовка. К удивлению Павличенко, когда она спустилась во враг, чтобы обыскать немца, работал он с винтовкой Мосина. Знак ордена, железный крест и солдатскую книжку немецкого снайпера она передала своему командиру батальона для отчетности. Также Павличенко в этот день обзавелась бинтами, сухим пайком и портсигаром с сигаретами, которые оставила себе, а плоскую флягу с коньяком подарила своему мужу. Незадолго до противостояния со снайпером Людмила Павличенко вышла замуж за младшего лейтенанта Андрея Киценко, который был командиром второй роты. История их любви, как и все на фронте, была скоротечной и трагичной. Во время одной из немецких атак Павличенко из своего укрытия поразила весь экипаж немецкого бронетранспортера, и немцы ответным минометным огнем накрыли позицию снайпера. Ее придавило деревом, и Павличенко потеряла сознание. Очнулась она только ночью. В бреду ей мерещились странные силуэты и вспышки огня, но это был Андрей Киценко. Он со своими бойцами всю ночь искал Павличенко, в которую тайно был влюблен и перерыл весь лес, прежде чем ее найти. Людмилу в очередной раз направили в госпиталь, а Киценко навещал ее там и вскоре сделал ей предложение руки и сердца. Павличенко согласилась, но с одним условием. Этот брак был для нее вторым, и она люто ненавидела своего бывшего мужа, которого тоже звали Андрей. Людмила попросила называть Киценко Леонидом, на что молодой человек согласился. Но счастье на войне недолго, и Леонид Киценко погиб. Он прикрыл свою жену от разрыва мины. Павличенко на себе притащила командира в госпиталь и хоть ранение казалось незначительным, но Киценко скончался у нее на руках. После смерти мужа с Павличенко случился нервный срыв. Ее сильно трясло. Две недели она провела в госпитале, пока не пришла в себя, а после начала мстить, уничтожая врага уже без жалости. В одной из немецких атак Павличенко приказала своим снайперам стрелять не в голову, а в животы противнику. Пуля в эту часть тела тоже наносила смертельные ранения, но смерть наступала не сразу. Фашисты, корчась от боли, с криками и стонами падали на землю и просили о помощи. Другие солдаты оглядывались, бивались с ноги и останавливались. Эта атака, которую фрицы начали бодро и энергично, в конце концов захлебнулась. В июне 1942 года Людмилу Павличенко в очередной раз тяжело ранило. Ее доставили в дивизионный медсамбат и после на подводной лодке эвакуировали в Новороссийск. Воевать Людмиле Павличенко больше не пришлось. Скоро ее отозвали с фронта и направились делегацией советской молодежи в США. Там она ездила по городам, отвечала на вопросы журналистов и выступала с речами. Непуганные войной американцы не могли понять, что переживали в этот момент жители Советского Союза. Особенно это было видно по их вопросам, которые они задавали Павличенко. Например, ее спрашивали, сколько раз она принимала горячую ванную на передовой? Могут ли женщины на войне красить губы? И какое нижнее белье она носит? Перед вами лейтенант Людмила Павличенко. Людмиле 26 лет. Родители наделили ее светлой головой и привлекательной внешности. Я хочу сказать вам, что мы победим, что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. Свою знаменитую речь, где Павличенко застыдила джентльменов за то, что они прячутся за ее спиной, советский снайпер придумала после того, как увидела, что коммунистические лозунги не цепляли американскую публику. После этой речи толпа в парке молчала несколько секунд, и потом взорвалась, как настоящая буря. Люди вопили, что-то скандировали, свистели, топали ногами, аплодировали. К эстраде бросились журналисты. Расталкивая репортеров, туда же устремились те, кто хотел сделать взнос в фонд помощи Советскому Союзу. Это выступление напечатали на первых полосах многих американских газет. В этих же газетах у Павличенко появилось новое прозвище – Леди Смерть. После возвращения из-за рубежа лейтенант Павличенко служила инструктором в снайперской школе выстрел под Москвой. Она рвалась на фронт, но сам Сталин уговорил ее остаться. Он сказал, что если она отправится на фронт, то убьет еще сотню солдат, а если обучит 100 красноармейцев метко стрелять, и они убьют по 10 немцев, то это будет уже тысяча поверженных врагов. С таким аргументом вождя Павличенко спорить не стала. За год войны в боях под Одессой и Севастополем Людмила Павличенко уничтожила 309 солдат и офицеров противника, что сделала ее самой успешной женщиной-снайпером в мировой истории. 25 октября 1943 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания войны Людмила Михайловна защитила диплом в Киевском университете и стала старшим научным сотрудником главного штаба ВМФ СССР, а в 1956 году перешла на работу в общественную организацию Советский комитет ветеранов войны. Умерла самая успешная женщина-снайпер 27 октября 1974 года.